Казалось бы, старый город исхожен с жителями Таллина вдоль и поперек еще с детства. И тем большее удивление вызывают откровения экскурсоводов о том, что некоторые улицы и дома для многих оказываются настоящим открытием. И вот на такой улице мы как раз находимся, называется Катерина Кяйк. Она, безусловно, очень известна, но далеко не всем. Здесь когда-то находился большой католический монастырь, самый крупный в Таллине, а сейчас это маленькая мастеровая улица, где в это раннее утро мастерские даже еще не открылись. Тут работают кожный делмастер, керамические мастера, стеклодувы, витражники, кукольники, ювелиры. А вечером эта улица особенно сказочная. С утра пока дверь в мастерскую кукол закрыта, есть шанс увидеть старинную вывеску Альбертус Магнус, 1255 год. Это, кстати, самое старое здание в Таллине, в котором, как и положено, водятся привидения, переставляющие кукол по ночам. А если завернуть в низкую дверь чуть дальше, попадешь прямиком во дворик доминиканского монастыря, где мирно уживаются мастерская известного художника, рисующего иконы, трубочистов и скотч-терьеров, лестница к монахам, на которой снимали сцену из фильма «Янтарные крылья», и обычные квартиры современных жителей Таллина с барбекю и кондиционером. Для меня это просто загадка. И большое удивление, и еще очень завидую местным жителям, которые не знают самых таких вот потаенных, каких-то закрытых мест, которые не знают маленькие уютные кафешки, не знают какие-то мастерские, улочки, подворотни. Представляешь, ты приводишь подружку, с которой здесь живет там 35 лет, приводишь ее в обычное кафе. Она говорит, боже, я здесь первый раз! Что это за место? Склады Астангу, японский садик в Кадриорке, внешняя сторона замка Томпеа. И сам старый город многие просто воспринимают как данность. И чаще спешат мимо на работу или по делам. Так что смысла неожиданно завернуть куда-то между двух стен вроде бы и нет. Кстати, маленькие кафе в старом городе на самом деле могут стать открытием для местных жителей и довольно приятным. Туристы знают наше место очень хорошо. Некоторые даже приходят и говорят, о, мы были у вас 10 лет назад, как здорово, что вы открыты до сих пор. А местные приходят и говорят, о, у вас тут новое заведение? Нет, на самом деле мы уже 15 лет. Но очень здорово, что они нас все-таки находят. У фотографа Анастасии Калининой полное понимание этого вопроса и десятки небанальных ракурсов в копилке. Местные жители нуждаются в них не меньше, чем туристы. Говорит, хотите неожиданно контрастных фотографий в центре города, велкам в Роттермане. Смотри, как здесь, ну, конечно, здесь написано уже запрещено, потому что многие туда залазят. Правда, стоит проявить немного находчивости. Где-то присесть или просто присмотреться к виду из-за угла. Здесь, если говорить об этом, кусочки квартала, то здесь прямо есть маленькая площадка из четырех, как студия под открытым небом. Ты встаешь, к одной стене у тебя белый фон, к другой рыжий, к третьей черный. Очень много красивых выходов, такой футуристичный образ города. И можно создавать такие интересные кадры. Можно снимать с нижнего ракурса. Наоборот, если ты стоишь здесь на балконе сверху, как калица в стране чудес такого плана фотографии. То есть, конечно, я думаю, что каждый здесь, даже любитель, не профессионал, найдет что-то интересное, если вот внимательно посмотрит. Чем интересен Роттермане для местных жителей? Тем, что квартал продолжают строить. И новые здания порой прекрасная площадка для творческого вдохновения и изучения. Да и про место, где снимали знаменитый «Сталкер» забывать тоже не стоит. Кстати, а вы знаете, где именно находится та самая улочка? Наталья Карасева, Николай Ломашко. Специально для Кофе Плюс.